коллеги я вас приветствую сегодня будем делать рефакторинг некоторого кода одни мои знакомые ну ладно хорошо один мой подписчик попросил посмотреть код и в общем я взял не все приложение выбрал некоторое количество контроллеров вернее один и даже грубо говоря один контроллер один метод и на примере этого метода в этом контролере хочу показать как бы я внес какие изменения в общем я хочу просто поделиться своим опытом дам свои комментарии по этому поводу ну в общем поехали и так что я сделал я создал новый чистый проект из шаблона который поставляется вместе с visual студии называется web api я удалил контроллер который создается по умолчанию и webcast сущность который к этому контроллеру привязана также создал новый контроллер который называется person-controller ну в общем в том проекте который осмотрел он назывался по-другому ну я только изменил название а суть астана абсолютно оставил ту которую и была в том контролере ну и все зависимости разложил по тем папкам которые в общем то были в том проекте который я смотрел и так смотрите что первое бросается в глаза ну для начала смотрите naming convention как минимум бросается в глаза и в общем то местоположение да то есть контроллере напиханные контроллеры и сервисы интерфейсы и и dto давайте по порядку и так первое что на самом деле нужно я был обычно по правил вот если person-controller я бы сделал множественное число то есть не person а people контроллер до чтобы подразумевать что там обработка нескольких давайте для начала это и сделаем и так я сделаю так вот people-controller который будет обслуживать видимо я в общем сути не знаю но я предпочитаю все сущности например person все сущности которые относятся к инфраструктуре сервисы менеджеры провайдеры именовать в единственном числе с названием сущности ну например документ сервис или документ провайдер или документ менеджер а контроллеры во множественном числе документ с контроллер ну вот 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 так вот я делаю то есть чтобы naming convention не нарушать во всех проектах я всегда делаю так и вот первое что опять же сразу я увидел уже теперь person в единственном числе сервис ну или наверное в соответствии с контроллером можно было бы назвать people ну хотя нет people уже множество число так и вот я сразу же вижу dto смотрите я так понимаю сейв у нас используется но первых опять же смотрите да понеслась давайте переименуем сразу файл чтобы назывался правильно и раз у нас на сохранение это task по naming convention он должен называться сейв и синг ну это вот такая договоренность у microsoft а что если у вас какая-то операция синхронная дописывайте async в общем во многих местах это очень сильно помогает дальше я так понимаю что мы где-то сохраняем я в общем-то скопировал до при регистрации персона мы используем крейдит его но смотрите dto это data transfer object и в моем понимании это то что используется при общении сервисов между сервисами ну другой вариант что может быть какой-то и пья я даю род а дает наружу dto но да это тоже будет работать другой вариант что здесь мы делаем регистрацию нас данные приходят с формы и я предпочитаю называть не dto а view модовый ну вот просто и мне так больше нравится персом и модул то есть то что пришло со вью и эта модель кого вот как бы тут со на самом деле мне кажется более понятно и дальше смотрите моду у нас есть вот пол и здесь пол указывается гендер атрибуты указаны как нулабол и соответственно но здесь в общем то все остальное нормально без дэйф и дэйф ластный филосный отлично на мой взгляд смотрится так давайте только переименуем файл но единственное что я бы создала здесь папку который назвал бы view models и здесь бы в ней создал бы пипал пипал и вот в этой бы папке создавал бы соответственно если был бы новый контроллер там был бы были новые вью моды в общем где все вью модово всегда храню в одной папке и по названию контроллера которым относится то есть вот это теоретически мне нужно перенести вот сюда и поменять немножко namespace отлично то есть появится новый контроллер например документ контроллер то здесь папки в моду будет папка документ и соответственно в общем множественное единственное число как бы тоже я предполагаю что когда вы соблюдать какой-то convention то он проще понять какому какой папке относятся если и название будут соблюдаться множественное число и так это вот примерно выглядит так моду ну я бы не сказал что это моду наверное это вообще должно быть где-то в отдельном ну давайте добавим на самом деле я вот решил показать давайте покажу я думаю что ну давайте так смотрите гендер это у нас и нам и гендер скорее всего я бы сюда дописал тайп ну в общем у меня такой naming convention если и нам это тайп или если тайп занял какой-нибудь каинт я дописываю но в данном случае гендер тайп это как раз говорит о том что это выбор и нам где нам обычно я храню в контрактах то есть в отдельном в отдельной сборке при условии что она где-то будет еще использоваться в общем если потребности выносить в отдельный проект нету то есть в других проектах это не будет использована то я оставляю в папку называю контракт я давайте переименую существующую зачем я контракт вот и в общем то мне нужно теперь переименовать папку ой смысле namespace вот то есть это контракты и если вдруг потребуется создаю новый проект выкидываю туда всю папку контракта и тогда он все работает короче так дальше что еще интересно в этом проекте ну вот смотрите есть контроллер есть интерфейсы есть по большому счету person service смотрите опять же если говорить про ddd это domain driven design или допустим clean architecture есть сервисы приложения есть сервисы инфраструктуры и в данном случае сервис является инфраструктурой то есть я бы его перенес в папку infra structure и вот даже так вот бы сервисы и вот этот бы сервис у меня находился бы вот в этой вот папке вместе со своей реализацией объясню если в каком-то момент потребуется уровень поменять то есть допустим ну то есть будет какой нибудь сервис который будет является на уровне архитектуры он должен выходить из этого проекта подниматься на уровень выше по иерархии зависимостей и там уже будет он infra строк да я тут неправильно назвал давайте переназовем infra structure вот так вот то это уже делается в общем в тех местах где это нужно то есть если папка инфраструктуры понятно сервисы понятно а если это уровень приложения сервис то он должен быть в другом проекте ну где-то выше по иерархии ну как то вот так пока итак у меня сервис который я не стал писать реализацию в общем-то это и неважно и потом да давайте вы здесь вот напишем такую штуку а вот это вот удалим так дальше получается что у меня есть dependency контейнер да вот он который регистрирует и здесь у меня в папке сервиса но я обычно совмещаю да ну давайте я прям сделаю так как как я обычно делаю я вот это вот вырезаю и вот сюда вписываю один сервис на самом деле тут как бы разницы нету как как называть или ай или без ну обычно я называю без него поэтому я сейчас вот этот вот удалю файл и здесь сделаю изменение вот такое персон сервис и внутри него содержится как раз контракт на его реализации ups так что-то мне тут лишнего на переименовывал давайте вот этот ключ у это видимо уже вижу студии да вот так и так получается что мне здесь в папке инфраструктуры сервисы сервисы сюда будет добавляться метод строк чаще может быть провайдеры менеджеры там helper и еще что-то ну то есть то что связано непосредственно инструктор структурой и так у нас есть реализация кстати вот здесь вот можно выбирать если что но обычно вот этот вот я кидаю самый низ на давать так я и сделаю так то есть есть реализация сохранение так дальше здесь вроде бы все нормально теперь давайте посмотрим самое интересное есть контроллеры есть контроллер но давайте его он меня уже переименован а файл мне давайте переименуем чтобы он не мешался ну и в общем что здесь такого здесь на самом деле уже радует что человек использует персон сервис он через он джек сюда попадает не new person create your model register отлично но смотрите вот бед реквест на самом деле ну не знаю на самом деле это спорный вопрос но в последнее время вышла спецификация точно его номер не помню но могу скинуть в описании о том что желательно детализировать ответ от бэкэнда для того чтобы юай ну или потребитель этого api понимал почему бед реквест то есть нужно собственно говорить о том почему не сработало тот или назначение то есть другими словами либо вы возвращаете результат который ждет пользователь либо вы возвращаете информацию о том почему пользователь не получил этот результат где-то на сайте у меня есть и в блоге кстати на видео есть информация про оперейшн резалт что это такое с чем его едят и вот сюда бы я бы на самом деле сделал оперейшн резалт первым делом резалт так и видимо ну да естественно и здесь его нету давайте его установлю начнем гид пакеты оперейшн резалт на самом деле этот в рапер который всего лишь навсего позволяет обернуть в результат возвращаемый сервера и таких в общем-то в раперов на самом деле при огромное количество в интернете и дело в том что вот спецификация последняя ну то есть на самом деле не последняя она появилась недавно вот она как бы вот этот пирешн резалт эту концепцию ну в общем реализует и к чему сводится вопрос ну если говорить о том что логика находится прямо здесь это как бы плохой вариант да теоретически ой я тут смотрю элсы есть элс это вообще отдельная история ну смотри давайте по порядку теоретически когда вы сюда в контроль разошьете вот это вот все что здесь вот есть а вот до сюда вот это есть не ну не совсем камильфоне есть гуд поэтому должен какой-то сервис валидации быть или валидатор или валидатор helper можно даже использовать сторонние библиотеки можно в общем-то вынести это в какой-нибудь сервис опять же validation сервис до который будет обслуживать и проверять конкретно модель но лучше конечно всего использовать уже существующие библиотеки во первых они достаточно хорошо работают во вторых их разработкой занимаются другие разработчики в общем пользоваться плодами это как бы хорошо я сейчас говорю про флюинт валидейшн отличная штука отлично вкладывается концепцию медиатора вот этого пайплайна вот это вот вертикал слайс если хотите ну когда у вас есть короче вариант реализовать валидацию на основании фреймворка который от реализованного из подотнет корр то есть в мвс и здесь это достаточно просто сделать нужно сделать а и валиды это был object и вот вот здесь вот вот сделать все проверки но давайте я для примера сделаю это именно здесь то есть если у меня ну смотрите не могу сказать не сказать во первых else уже даже visual studio подсвечивает райдер уже давно вижу студия ну достаточно недавно else это уже на самом деле ну не камильфо да то есть если вы его еще используете вообще где-то в логике это на самом деле не красит вас как разработчика в общем рекомендую настоятельно избежать вот это вот концепции использования else ну и опять же если бы мне потребовалось реализовать вот эту проверку ну смотрите так мне нужно что модел не ну этого не может быть валидейшн здесь пустое здесь длина здесь пустое здесь длина ну вот это вот все можно вынести вот сюда ну не говоря уже про валидейшн то есть fluent assertion который реализует это в отдельном месте очень красиво но если бы вдруг я не смог использовать fluent assertion ой fluent validation прошу прощения то я бы это сделал вот здесь но опять же это на самом деле не самый хороший вариант потому что а и валиде это балл обжиг интересная красивая штука но она привязана к фреймворку и кроме как ну давайте покажу что она реально привязана к фреймворку а сп.net core и кроме как здесь вы не сможете проверить эту модель другими словами если системы the compatible data annotation вот то есть но даже не столько к фреймворку сколько платформе наверное лучше сказать а вот то есть сторонняя разработка fluent validation она как бы более гибко позволяет управлять но и дает более положительные наверное более удобные инструменты но если говорить про вот этот вот мы здесь в данном моменте реализацию то есть вот в таком то это было бы примерно примерно вот так да то есть давайте я покажу вот эту штуку вот эту вот эту это должно быть примерно вот упс вот так вот примерно вот так это должно выглядеть ну и вместо bad request я теоретически должен вернуть new ой return yield return new validation result и вот сюда вписать как раз ошибку которая буду возвращать но и по образу и подобию я сделаю то же самое для других свойств для других проверок в общем это точно будет работать вот и единственное что мне вот здесь нужно вот такие штуки поставить чтобы убедиться что это не пустое значение вот таким вот образом ну это как вариант да и это будет также прекрасно работать но уже на платформе другой библиотеки которая в общем то как вы понимаете тоже имеет плюсы в отличие от плюсы потому что другие библиотеки ставить не нужно это библиотека встроена ну и здесь у меня тогда получается не bad request а мне нужно вернуть оперейшен результат ну пусть он называется так во первых у меня оперейшен результат чего-то должен быть то то есть я что-то должен вернуть как результат того так но я здесь неправильно написал да давайте вот так переделаю здесь должно быть вот упс здесь должно быть и вот так 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 сейчас секунду вот action резалт должен быть конечно же вот здесь это я поспешил а что-то должно быть резалтом для оперейшена да то есть какой-то резалт какой-то в общем-то значение должно быть то есть что я должен сказать ну давайте тот же самый вообще теоретически я обычно делаю person view model то есть не create a person view model который уже является проекцией конкретной сущности после сохранения но в принципе она и так конечно будет работать здесь я должен вернуть окей и соответственно operation вот но перед этим давайте сделаем не так давайте сделаем вообще правильно вот это вот уберем вот и теперь в общем-то мне нужно что сделать ну во первых моду у меня здесь может быть ну и здесь я должен оперейшен сказать это error ну как вариант то есть какой какой-то нужно предоставить информацию ну допустим new микросервис так сладо аргумент ну экземпшен то есть я не знаю почему у меня ну сюда пришел я должен сделать ретурн оперейшен другими словами я вот это вот политика исключая использование оператора else и в данном случае у меня уже получается здесь валидный абсолютно тот самый view model ну можно кстати сделать еще вот здесь проверку и в моду стоит но это проверка на валидности объекта которые реализовала платформа и спадут на этот корт ну в частности и виси и она гарантирует вам что свойства все заполнено она как раз и включает вот эту проверку ну для примера давайте здесь бреку поставим и прогоним эту штуку и в данном варианте есть у меня модул не валидный вот если бы это был просто им виси я бы здесь вернул модал стоит наполнить какой-то модал стоит вот так вот этот error я бы здесь написал и тогда бы этот error пошел бы на форму sp.net mvc форму соответственно в рейзер да так сказать но я поэтому здесь это не использую мне достаточно провалидировать в другом есть но и в данном варианте посмотрите как сократился контроллер вот вот как-то вот наверное вот тогда но для того чтобы меня еще оперейшн да там ну я бы сделал чтобы у меня здесь вар резалд это был какой-то view модалл и этот оперейшн резалд равен резалд ну вот как-то вот так чтобы установить а это как у меня резалд не возвращает ну давайте я наверное я бы сделал вот так в общем раз уж начал делать давайте делать я бы сделал пирс он крейки модал ну вообще был бы здесь давайте я вот так вот его сделаю пирс он вот у меня его нету я бы до писанины получается больше но тем не менее так вот это я перемещу в папку которая называется people отлично и теперь я здесь должен вернуть соответственно ну пусть будет нью ну давайте вернем тот же самый модул и и это теперь нужно изменить сигнатуре вот такая вот песня какая-то получается и так как у нас здесь резалд таск фрум резалд вот так вот пирс он и моду а мы же возвращаем не моду ну ладно давайте сделаем так и у пирс он воду вот таким вот образом и получается что у меня здесь тоже нужно поправить здесь будет у меня возвращаться к рейд в смысле не креито просто в нем моду и соответственно я получу при сохранении какой-то резалд я его отправлю сюда здесь еще обычно пишу оперейшн ну допустим success ну давайте так саксэсфу ли креейтед ну вот как то вот так да то есть я не хочу навязать вот эту вот политику своих собственных реализаций и подходов я просто хочу показать пример как это в принципе может быть по-другому да то есть ну во первых у вас в контроллер освобождается более того вот эту штуку можно вынести ну например в медиатор если потребуется использование в другом месте то есть допустим регистрацию делаете и на сайте и в допиев приложение и в мобильном то вот эту регистрацию можно вынести в медиатор в отдельную сборку и как необходимую сборку которая отвязана от реализации конкретной платформы можно инжектить в нужные платформы так сказать и в общем-то использовать без каких-либо проблем и в валидации в том числе вот почему валидации нужно отцеплять от контроллера то есть от стандартного ну в данном варианте я не до конца может быть знакомым с логикой того приложения который смотрел поэтому вот такой вот вариант пока предложил но имейте ввиду что если у вас есть другие использователи этих сборок то обычно это как бы выносится в отдельные проекты и простым инжектом или подключение проекта или даже через nugget пакет можно их в общем упростить вот эту вот реализацию такс ну дальше что наверное наверное давайте запустим для начала так я запускаю из ну ладно пусть будет из давайте что-нибудь напишем здесь здесь поменяем дату и в конце концов выполним этот запрос сработала бряка как раз та самая валидация которая исполняется нас платформа то есть спидут нет корр ну я сниму бряку здесь у меня теоретически просто проверки сработают ну и вот как результат вот мы видим оперейшный зал то у нас ему дал пустой поэтому просто две скобки окей true в общем-то с аксессу ли created в общем что и требовалось доказать что ж друзья на этом наверное все больше тут я пока ничего делать не буду до всяком случае я пояснил что можно даже рефакторинг сделать разными способами и если у вас появится вопрос я готов на них ответить в общем то на этом я с вами прощаюсь и пишите правильный код